соцсети и дух святой телевизор и музыка как не угощать духа святого лично мир вам друзья приветствую вас на блоге виктора буслова познание познавая бога внутри себя в наше время очень популярны социальные сети есть много хорошего в общении но мы сейчас поговорим о взаимодействии соцсети и дух святой именно затронем тему как не угощать духа святого когда мы находимся в социальных сетях и не только соцсетях как не угощать святого духа смотря телевизор слушая музыку я не говорю полностью отказаться от современного мира и тех благ которые он нам дает но только советую как правильно пользоваться чтобы это не влияло на наши взаимоотношения с богом и конечно мерилом этих отношений это бог и дух святой мы рассмотрим некоторые случаи пребывания в соцсетях смотря передачи по телевизору слушая музыку по радио дух святой сейчас нами и одно из его служений для нас это видение он подсказывает нам что хорошо и что плохо он всегда с нами даже когда мы смотрим телепередачи задайте вопрос богу какую передачу по телевизору мне перестать смотреть мы много говорим и будем говорить о боге иисусе христе и святом духе на нашем канале следите подписывайтесь на канал чтобы всегда быть в этом увлекательном путешествии соцсети и дух святой как не угощать святого духа лично друзья возьмем к примеру нож и можно пользоваться для удобства в нашей повседневной жизни а можно и порезаться так ведь вопрос в том как мы его применяем если научиться правильно применять его то он принесет нам удобства и не сделает нам неприятностей соцсети телевидение музыка все это тоже нормальные вещи но не про это но при неправильном использовании можно порезаться соцсети телевидение музыка это все тоже нормальные вещи но при неправильном использовании можно угощать святого духа в нашей жизни все что вы читаете кого кого читаете или слушаете смотрите и если это вызывает у вас раздражение рождает страх ненависть эгоизм уйдите оттуда подпишитесь от этого человека переключите канал берегите духа святого который внутри вас он не хочет участвовать в разврате обмане сплетнях пустых разговорах друзья если вы пришли к богу в покаянии и верой в иисуса христа бог отец небесный исполнил вас духом святым духом своим дух святой теперь живет с вами и в вас и когда человек участвует сплетнях раздоров соцсетях то этот человек заставляет и духа святого быть вместе с ним если человек участвует сплетнях 40 то он заставляет и духа святого ссориться вместе с ним и конечно дух святой будет противиться современные соцсети и дух святой не имеет ничего общего общего с делами плоти потому что плоть желает противного духу а дух противного плоти. Они друг другу противятся. В соцсети и апостол Павел. Как будто бы Павел жил в наше время, и он знал, что будет происходить и в наше время. Мы помним, что сказал апостол Павел про плоды Духа Святого в нас. Откроем послание Галатам 5 глава стихи из 12 по 24. О, если бы удалены были возмущающие вас! К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы не были истреблены друг другом. Я говорю – поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы делаете не то, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дело плоти известны, а не суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие и так Царство Божие не наследуют. Плот же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание – на таковых нет закона, но те, которые христовы, распляли плоть со страстями и похотями. Это послание Галатам, 5 глава, стихи с 12 по 24. Апостол Павел рядом с нами. Друзья, если вы подписаны на канал или человека, который смакует, втягивает вас в любодеяние, блуд, нечистоту, непотребство, выдолослужение, волшебство, вражду, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, не забываем и ненависть и убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Покиньте эту группу, отпишитесь от этого человека. Они названы возмущающие вас, и даже апостол Павел сам лично хочет удалить их от вас. Дух Святой, который с вами, не хочет участвовать в этих делах, потому что плоть желает противного духу, а дух – противного плоти, они друг другу противятся. Не давайте такому конфликту внутри вас разгореться. Представьте, что Дух Святой внутри такого человека противится, а человек участвует в этом. Как вы думаете, хорошее состояние будет у этого человека? Напишите мне в комментариях, что вы думаете на участие в делах плоти Духа Святого и соцсети. Придем к Богу Отцу и сами зададим вопрос. В соцсетях есть люди, которые зарабатывают на этих темах, скандалах, сплетнях. Это не их мнение, это всего лишь мамона для зарабатывания денег. Их не интересует ваше мнение, им нужно, чтобы вы подписались и участвовали в их скандалах, разногласиях. И, конечно, не важно, правдивая информация или нет. Главное, чтобы вы каждый день были у них на каналах. Берегитесь тех, кто возмущает вас, словами апостола Павла. Есть люди, которые задают вопросы, вроде бы правильные, но заранее зная, что будут споры и ссоры. Темы, которые затрагивают веру отдельной конфессии, веры каждого человека. Это темы, на которые нет прямого ответа и никогда не будет, пока не придет Иисус Христос или мы не придем к Богу Отцу и сами зададим этот вопрос. Друзья, подписываемся на каналы, которые обсуждают любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру. Конечно, на которые говорят о кротости, воздержании. Нет такого канала? Сделайте сами. В соцсети и Дух Святой, который ведет за руку. Но как узнать, что этот канал неправильный? Друзья, Дух Святой, вы сразу почувствуете внутренние неудобства. Сначала неудобства. Знаете, как грудной ребенок, когда ему неудобно, начинает ворочаться, нервничать, плакать. Если мы будем продолжать, потом это вырастет в страх, похоть, непотребные желания. И если этот человек верующий, то потом придется еще и каяться, и гнать эти мысли. Зачем такие неприятности и конфликт в себе самом? Лучше послушаться Духа Святого и просто выйти из этой группы. Все так просто. И это, конечно, никто не сможет сделать, как только сам человек, своей рукой, лично. Дух Святой подскажет, направит, а кнопку нажать должен человек. Или мы, друзья, ждем чудес и знамений, чтобы удалиться из группы сплетников. Будем не угошать Духа Святого, а наоборот поступать, как нас ведет за руку Дух Святой. Даже здесь он будет с нами. Не можете сами попросить у Духа Святого помощи, он не откажет. Он поможет вам отписаться от этого человека. Друзья, только не ставьте дизлайк, а сразу отпишитесь. Если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Телевидение и Дух Святой. Здесь то же самое, как и в соцсетях. Все те же люди, те же цели. Только вместо смартфона, телевизор и телеканалы. Если смотря передачу, чувствуйте внутренний дискомфорт. Даже если передача интересная, переключите. Лучше мир с Духом Святым, чем временное удовольствие. Но потеря времени и потом кается. В песне хвалы и поклонения. Человек, который постоянно слушает мирскую музыку, в которой прославляется прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. Бывает и идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны и ереси. А слышали музыку о ненависти, убийстве, пьянстве, бесчинстве. Такому человеку потом трудно прийти в Божье присутствие во время хвалы и поклонения. Даже через музыку, которую мы слушаем. Слушаем мы и слушает Дух Святой внутри нас. Не забываем, когда слушаем мы, то и Дух Святой, который внутри нас, это слушает. И если там прославляются дела плоти, Дух противится. И мы можем угошать Духа Святого внутри нас сами, лично. Мы сами выбираем, чем мы будем. Пребывать в хвале Богу или в делах плоти. Если вы не понимаете песни хвалы и поклонения, просто перестаньте слушать мирскую музыку. Через время, когда ваш разум и душа излечатся, вы будете легко входить в Божье присутствие. Сейчас очень много музыки, которая прославляет Бога и на разных языках, которая помогает быть в присутствии Бога даже в машине. Друзья, задайте вопрос Богу. Нужна вам эта группа или нет? Спросите у Духа Святого. Прямо сейчас помолитесь и спросите. Задайте вопрос Богу, Отцу Небесному. Сегодня мы путешествовали во времени, смотрели, что говорит апостол Павел о современных соцсетях, телевидении и музыке. Мы еще будем много говорить на теме Бога, Иисуса Христа, Духа Святого. Подписывайтесь. Будем вместе путешествовать по страницам Слова Божьего в современном мире. А сейчас я заканчиваю. Если вам понравилась запись или вы получили слово Откровения от Духа Святого, конечно, поставьте лайк. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok